Здравия желаю, товарищи сабы, а также просто случайные гости и рандомные аноны. Вчера по прибытию с локации под названием завод, мое возвращение ознаменовалось прочтением сотни тысяч отзывов целевой о том, какая же имба этот ваш L44 и какие же разработчики вновь мудаки, что кинули его за донат. Помимо этого видал еще повесточку о скором закрытии ютуба, а это значит мне в ближайшее время придется переехать жить на завод. Надеюсь хотя бы этот ролик посмотрит человек от X100, думаю навыки VPN осилить не слишком проблемно будет. Но это ладно, мы как всегда безвозвратно отошли от основной темы диалога, а потому как там это было? А вот вспомнил, меня зовут не Райан Гослинг, но я закажу это, чтобы проверить как оно работает на самом деле. По изначальному тексту я вновь хотел начать извергаться в отношении того, что разработчики забили на игру, и у нас просто нету возможности адекватно проверить убойность новенького орудия. Оно-то в общем и так, но мне уж больно интересно было понять, за что в этот раз хотят ободрать крестьянин. Поэтому в компании пивной кеги я пошел сливать бой за боем, пытаясь катать подставу и пострелять в мишени, дабы сравнить новичка и старичка. Извиняюсь перед всеми, кому заруинил катку, но ругаетесь не на меня, а на разработчика, которые за год так и не смогли скопировать нам тест драйв из ПК версии. А что же касается результатов, то как бы вот, смотрите сами. Дабы вы не запутались, новенький леопард на видео приодет в модный камуфляж, а дефолтная прокачка в бомж цветах. Изначально я и сам питал какие-то иллюзии, что л-44 окажется в разы убойнее и будет тупо в контур делать фраги. А на деле же, во время стрельбы по тому же турму, результат оказался практически идентичным и в большей степени зависел от рпу и точки попадания. Соответственно, дефолтная прокачка в этом плане вообще не уступала. Но давайте возьмем цель чутка жирнее, а будет ею маус. И снова ситуация максимально похожая. Урон, повреждения, да и вообще абсолютно все идентично. За исключением того факта, что новый леопка более уверенно пробивал мышку в лобовую деталь корпуса. Ну, как-то так, мужики. Конечно, подобные сведения и тесты далеко не являются абсолютом, но что-то они все-таки дозначат. И вообще, кто скажет, что автор долбоё по сравнению ху**а, пусть пойдет проверить, как там поживают его два отчима. Виделся с ними на днях, мужики классные. А что еще добавить касательно новенького немца, я не знаю. Это тот же леопард, но с дрюном побольше, за который еще и какие-то деньги страшные просят. Могли б хоть прилича ради за такую сумму теплак дать, что ли. В общем, пока я окончательно не впал в депрессию, что в принципе уже и случилось, пока я это все озвучивал. Давайте глянем, за что там еще с нас дерут почти 50 бачинских. Там два IP и класс 3P. Ну ясно, б***ь. Два сара, где один хуже другого, и они внегласно соревнуются друг с другом, кто же более убогий. Я привык, что подобные машины выделяются своим орудием в плане скорой перезарядки, но здесь прям максимальный дефолт около 7 секунд. И если IP-шка еще может похвастаться гусеничной базой и добротной скоростью как вперед, так и назад, то вот уже класс 3P это попытка реинкарнации мауса в LP-шку при сохранении старых габаритов. Знаете ли, напоминает аниме жанра Исикай, где какой-то скуф умирает и перерождается аниметянкой. Вот это тоже самое. Возможно, данный ролик, видео содержащий, мог показаться кому-то излишне грубым, но я уточню, что целью не было окрестить взвод говной. Даже наоборот, он наверное один из лучших на своем ранге и в целом. Хотя с того факта, что разработчики ему зажали коэффициенты фарма, меня прям накрыла смешнявка. Эх, вот бы и сейчас отдавать 50 баксов и фармить хуже, чем взвод из сундука. Короче, я что сказать хочу. Сетап неплох, но способ получения его очерняет и совершенно не красит. Взводы за платину, которые выходили до этого, были куда более имбовые, насыщенные и банально интереснее. Поэтому давайте так дружненько возьмемся за руки и не будем покупать эту ерунду. Дабы тот, кто сформировал вот это вот, под конец месяца без зарплаты в следующий раз думал лучше. А сегодня на этой ноте главная часть все. Но я с вами не прощаюсь, ведь дальше вы увидите несколько боев на этом взводе в моем исполнении. Один с комментариями от меня, а другой лишь со звуковым сопровождением самой игры. За мои стороны не скуфитесь оценить видео по достоинству, а также не забывайте о моих социальных сетях. Там можно принять участие в жизни канала и просто душно пообщаться со мной. По дефолту едем на точку А. Сейчас там пристроимся к этим... Замечательно пристроился. Сейчас нам кучек суглям там вот встану и буду мощно кемперить. Ну, в принципе, почему бы и нет. Это ИТ-1 там, да, выгребает. Мало того, что выгребает, так еще и отбивается. Силен, силен. Ну, раз дело спокойно, давайте еще чуть дальше проедем. Там, если туда заехать, можно прям люто душнить. Ну, елки-палки. Если заехать вот туда вот к тем кучам угля, которые на их респу смотрят, будет прям... Прям сильно. Там вон кто-то тоже катается. Ну, уже не катается. ИТ-1 просто решил геноцид устроить на этом фланге. Правда, вот его поход крестовый, крестово-советский, продолжался недолго. Что? А я кого убил? Ну, согласен, полная лажа с выстрелом была. Я, правда, не понял, кого я убил. В кого оно там стрикошетило. Самолет, что ли? Странное дело. Странное и непонятное. Вроде я кого-то убил, но при этом... Во фрагах у меня по нулям. Ну, скиллесу, скиллесу. Уж поделаешь. Ну-ка, полетели. Может быть, сейчас скрыть придется. А там два... Ой, как не любят самолеты. Не буду даже брать этого. Класс 3П. Если замочат нотами, возьму с нового леопарда и все. Оно живое. Так. Вот арта, кстати, для нас тоже нежелательно. Но точку надо захватывать. Поэтому постоим пока чуть-чуть. Да, вот там AMD, правильно. Сто рядом со мной, чтобы если арта прилетела, чтобы нас двоих убрало. Укрой вон позицию. У тебя ваше не крепкое, у меня нет. Все, можно уезжать. Кину дым сюда. Да, вон, приехал француз опять. Сейчас еще меня под вагоном закинет. Оно-ка, давайте еще назад. А, ищет, ищет, ищет меня. Оно-ка, давайте вперед. Да, елки-палки. Ну, я из последних сил старался докрутить, мне чуть-чуть не хватило. Все, елки-палки просто казнил меня. Странный бой получается, но я же говорю, я не выбираю какие-то там лучшие, худшие. Зашел, сыграл, как сыгралось, так сыгралось. Видите, я ничего совершенно в бою не сделал. Прям стопроцентная бесполезность. Но при этом мы врагов просто в порошок стерли. Там какие-то слонеры на союзниках, наверное. Хотя вот, не сказать, да, что, елки-палки, выйди из этого списка. Не сказать, что кто-то прям набил море фрагов. Просто 75% команды хорошо играло, в отличие от меня и все. Ну что ж, спасибо союзникам за то, что подняли мне стату. Золото ли мы за это боится, это 20 тысяч, но тут только бустер дал семерку. И еще что-то там до 8 тысяч, какие-то призрачные награды. Субтитры сделал DimaTorzok